Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам, а на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Ну а прямо сейчас мы разберём последний надёжный бензиновый V8 от BMW. Итак, встречаем – М62. Сегодня автомобили BMW сложно представить без бензиновых V8. Однако баварский мотор такой компоновки появился совсем недавно. До вот этого двигателя М62 был двигатель М60, а до этих моторов V8 на BMW можно сказать и не было. Только преданные фанаты марки вспомнят V8 от BMW 1954 года. Итак, двигатель М62 выпускался с 1995 по 2005 год. Существует в пяти вариантах рабочего объёма. Самые популярные – 3.5 и 4.4. Остальные 4.6, 4.8 и 5.0 встречаются в основном на Альпинах, а также на BMW X5 4.6 IS. Дольше и больше всего выпускалась версия объёмом 4.4. С 1998 года она оснащалась фазовращателями на впускных распредвалах. Именно такой мотор с BMW X5 2001 года сегодня мы будем разбирать. Этот двигатель заполучили все большие BMW 2000-х годов – E39 и E38. Также этот мотор ставили на Morgan Aero 8 и на Range Rover. Этот легкосплавный V8 имеет алюминиевый блок цилиндров без чугунных гильз. Поверхность цилиндров полностью алюсиловая, то есть после химической реакции она представляет из себя кремний. Кремний очень надёжный и прочный, снижает трение поршней и поршневых колец. Эта технология пришла из автоспорта, где очень хорошо себя зарекомендовала. Вообще, двигатель M62 считается последним надёжным V8 от BMW. Все его слабые места по сравнению с V8 N-серии – это пустяки. Хотя справедливости ради скажем, что инженеры компании BMW доработали двигатель N-серии, но на это им понадобилось 10 лет. Этот атмосферник V8 от BMW нуждается просто в хорошем масле и нормальном сервисе, однако потом придётся вложиться в замену цепей ГРМ и маслосъёмных колпачков. Об этом и многом другом прямо сейчас расскажем. Двигатель M62 очень теплонагружен, его рабочая температура 107-110 градусов. Из-за этого сильно деградирует моторное масло, также недолго ходят маслосъёмные колпачки и есть проблема с разрушением направляющих цепей ГРМ. Также двигатель желтеет и даже чернеет изнутри. Это лаковые отложения, выпадающие из замученного жаром моторного масла. Хуже всего, что если радиаторы загрязнены, то мотор легко и быстро перегреется. Обычно это происходит в летнюю жару в пробках. То есть после стояния в заторе вы нажимаете «газ в палас», ускоряется, управляющий термостат попытается снизить температуру двигателя до 95 градусов, но радиаторы вряд ли это позволят. Также на моторах M62 управляющий термостат очень часто становится неуправляемым и поэтому при увеличении нагрузки на двигатель температура не снижается. Что с этим делать? Первое – нужно чистить радиаторы. Второе – можно поставить холодный неуправляемый термостат. Есть оригинальные предложения с температурой открытия от 85 до 95 градусов. А чтобы блок управления не ругался на отсутствие связи с управляемым термостатом, можно поставить фирменную обманку резистор. Часто на двигателе M62 трескаются и лопаются радиаторы, что приводит к моментальному перегреву двигателя. Также часто трескаются патрубки системы охлаждения. Причиной этому повышенное давление в контуре системы охлаждения, а виновником является неработающий клапан на крышке расширительного бачка. Клапан должен стравливать давление, когда оно подбирается к двум барам. Крышку стоит менять на оригинал раз в два-три года. Ну а сегодня этот могучий V8 нам поможет разобрать наш могучий механик Артём. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Ну что, товарищи, видали ли вы когда-нибудь вот такой агрегат? Генератор с жидкостным охлаждением долгое время был компаньоном вот этих V8. Давным-давно, когда он ломался, цена вопроса, надо было покупать новый. Цена вопроса была пару хороших комплект шин для BMW. Даже сегодня его ремонт не дешев. Если он ломается, то диодный мост стоит $100. Сзади на впускном коллекторе двигателя M62 установлен клапан системы вентиляции картерных газов. В нем присутствует стандартная мембрана, а значит и проблемы стандартные. Двигатель, затрещенный в мембране, высасывает масло во впускной коллектор, а также неровно работает на холостом ходу из-за подсосов воздуха. На автомобиле весь этот узел проще снять вместе со впускным коллектором. Мембрану можно заменить отдельно, а также можно заменить отдельно узел клапана ВКГ. Распространенная проблема двигателя M62 – это неровный холостой ход. Причин может быть много, но они очень быстро диагностируются, если появляются коды неисправностей. Во многих случаях один из датчиков положения распредвала может выйти из строя без чек-энжен и каких-либо кодов неисправности. Тогда двигатель будет работать с меньшей мощностью, а КПП может начать работать с пинками, а в одном из полублоков будут фиксироваться пропуски зажигания. Если поменять местами левый и правый датчики, то пропуски зажигания переместятся в тот полублок, где датчик распредвала неисправен. Нередко один из датчиков положения распредвала перестаёт функционировать из-за замыкания в его проводке, так что надо обязательно проверять провода. Немало проблем по датчикам распредвалов возникает из-за неквалифицированной замены цепей ГРМ. Могут появляться ошибки по синхронизации, а бывали случаи, что один из задающих дисков распредвалов просто болтался. Также причина неровного холостого хода может скрываться в неисправности расходомера в подсосах воздуха, в неисправных катушках зажигания и свечах, а также в фазовращателях Ванос, которые на этом двигателе ненадёжны. В самых запущенных случаях двигатель может дергаться на холостом ходу из-за задиров в цилиндрах. Часто подсосы воздуха возникают по прокладке между впускным коллектором и дроссельной заслонкой. Проблема решается с заменой прокладки. Течь и масло – это одна из фирменных проблем двигателей М62. Масло охотно сочится из-под клапанных крышек, а также может пробивать себе путь в гнезда свечей зажигания. После этого двигатель будет неровно работать на холостом ходу из-за пропусков зажигания, а также после этого будет заводиться с долгой прокруткой. Как вы уже поняли, этот мотор высушивает масло. Поэтому вот этот обильный лаковый налёт и масляные отложения нас не удивляют. Удивляет лишь то, что в этом двигателе меняли масло раз в 15-20 тысяч. Но тем не менее износа на кулачках распредвалов мы не наблюдаем. Фазовращатели появились на этом моторе в 1998 году. Эти двигатели обозначались М62ТУ. Фазовращатели не лопастные. Изменение положения распредвалов здесь происходит за счёт скольжения ротора по косым шлицам. Эти фазовращатели неудачные и недолговечные. Они перестают работать из-за износа резиновых уплотнений. Рабочее давление для сдвига просто не достигается. Фазовращатели ходят примерно 100 тысяч километров. Из-за их износа двигатель трещит при запуске, дёргается на холодную и работает с потерей мощности. На ранних двигателях М62ТУ утечка масла возникала в распределительном узле Ванос. Уплотнительные кольца распредвалов протачивали канавки в корпусе подачи масла. Их лучше менять на новые, но можно попробовать их отремонтировать. В продаже есть неоригинальные уплотнения, но зачастую проблема неправильной работы и износ скроется в износе стального уплотнительного кольца на поршне. В двигателе М62 в приводе ГРМ три однорядных роликовых цепи. Самая длинная из них натянута жестко, т.е. в её перегибе по центру блока цилиндров нет промежуточной шестерни. Вместо этого цепь скользит по подковообразной направляющей. Естественно, эта конструкция очень чувствительна к качеству масла и к периоду эксплуатации в целом. Со временем второпластовые накладки башмаков осыпаются и падают в поддон. После этого двигатель работает нормально, но с шелестом цепи. Хуже, если цепь начнет стругать стружку, а ещё хуже, если цепь перескочит в одном из полублоков. Это частая и очень дорогая проблема в двигателях М62. Немало моторов пришлось поменять в сборе из-за того, что металлическая стружка разнеслась по всей масляной системе, погрызла многие пары трения и закупорила масляные форсунки. Немало этих V8 загнули клапаны при перескоке цепи ГРМ. Как видите, от фторопластовых направляющих у нас тут практически ничего не осталось. Бывали случаи, что мотор работает тихо, уровень масла в норме, а загорается индикатор низкого давления масла. В этом случае надо проверять масляный фильтр, если на его поверхности будут обнаружены фрагменты направляющих цепей ГРМ или фильтр будет деформирован, то процесс засорения масляной системы, засорения и закупоривания в самом разгаре. Поэтому цепь ГРМ с направляющими и натяжителями надо менять не по шуму, а по возрасту и пробегу автомобиля. Конечно, всё зависит от эксплуатации, режимов работы двигателя и даже от частоты радиатора. Средний пробег обновления привода ГРМ – 200 тысяч километров, хотя нередко разрушение случалось и при пробеге в 150 тысяч километров. Но немало моторов на заводском приводе ГРМ проехали более 300 тысяч километров. С этими ГБЦ ничего плохого не случается. Если их не перегреть, по состоянию мы прогоревших клапанов не видим, но видим следы масложора. Об этом далее. Гидрокомпенсаторы, естественно, есть. Кстати, у нас тут прокручивается метка распредвала. Такое случается, если с неправильным усилием затянуть болт распредвала. Алюсиловый блок цилиндров и кремниевый хон, в принципе, никаких нареканий не вызывает. Этот блок способен пройти 400 тысяч километров и более. Задиры на стенках цилиндров появляются либо же из-за плохой смазки, либо из-за перегрева. Нагар на жировом поясе сильно царапает любую поверхность, будь то кремниевая, будь то чугунная. Также нельзя исключать проблемы по части топливных форсунок и пропусков зажигания, когда топливо смывает масло со стенок цилиндров. Кстати, задранный блок двигателя М62 можно гильзовать. Цилиндропоршневая группа у двигателя М62 выносливая. Расход масла обычно возникает из-за проблем в системе вентиляции картерных газов, а также из-за некачественного масла. Затем свой вклад вносят маслосъемные колпачки. Ну а расход масла через поршневые кольца возникает на залюбленных моторах, но там до задиров остается недалеко. В нашем случае задиры есть во всех цилиндрах, он бы еще походил, но один цилиндр умер. Вероятно, из-за детонации откололся алюминиевый сплав и образовалась глубочайшая царапина или промыло что-то под прокладкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В процессе разборки вы видели, сколько фрагментов направляющих цепей ГРМ разнеслось по двигателю. Но это не способно нанести урон вкладышам. Вкладыши страдают от другого. А вкладыши страдают из-за проблем со смазкой. Здесь мы видим, что вкладыши уже начали выкрашиваться. Видны царапины. В общем, им было совсем нехорошо в этом моторе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коленвал выглядит визуально неплохо, а вот на поршнях, нагар, на жаровом поясе и кольца поршневые малоподвижны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верхние коренные вкладыши тоже в царапинах и выглядят нездорово. Разборка закончена. Вот такой вот последний V8 M-серий от BMW мы сегодня разобрали. В принципе, мотор неплохой, но большинство моторов погибло из-за экономии на обслуживании. Обслуживание V8 – это всегда недешево. Замена привода ГРМ стоит примерно до 1500 долларов. Делать это надо обязательно, превентивно. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные обзоры, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал прямо сейчас, нажмите колокольчик, напишите комментарий, поделитесь этим видео, закиньте его в соцсети. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова